Продолжим обсуждать историю с пропавшим египетским лайнером о возможных технических неисправностях и действиях экипажа. Поговорим с заслуженным пилотом России Юрием Сытниковым. Он на прямой связи со студией по телефону. Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Если лайнер все же упал в море, насколько велики шансы на спасение пассажиров и членов экипажа? При падении с эшелона шансов остаться экипажей пассажиров практически очень мало. Это если идет снижение штатное по расписанию, но как бы вот то, что заложено в характеристиках самолета, тогда еще возможно применение плотов, каких-то спасательных жилетов, все. А в таких случаях, как правило, экипаж успевает информировать наземные службы о происшествии на борту и приземлении на воду. Если этого не произошло, значит, это мгновенная потеря работы экипажа, это разгранитизация самолета, которая может наступить в результате взрыва или пожара, или какого-то, может быть, действия неправомерного на борту самолета. Прежде всего, очень сложная обстановка вообще в мире, и войны не прекращаются, и террористы распоясались, и наши самолеты взрываются, как мы знаем об этом. Поэтому экипаж сейчас в первую очередь передаст на землю сигнал бедствия. Если этого не происходит, значит, произошло то, что произошло с нашим А321. Мгновенная агентизация, разрушение в воздухе, естественно, никакого сигнала экипаж подать не мог. Поэтому я предполагаю, что, как это ни печально, но это опять террористический акт. Но пока это не подтверждено. Если подтвердится версия другая, об неисправности самолета, насколько возможно посадить на воду было, и вообще, насколько эти самолеты А320 надежные? Сами самолеты А320 надежные, их выпускается очень много, и доводится фирмой до совершенства сам самолет. Поэтому абсолютно совершенных самолетов, естественно, нет. Но фирма Boeing Airbus очень хорошо занимается своим изделием. Но если происходит приводнение самолета, то экипаж об этом сообщает на землю. Там зона такая, что рядом Турция, Израиль, Египет, Греция. Там нет зон, где нет радиосвязи. Там нет закрытых зон, что экипаж не может сообщить. Экипаж не включает ни сигнала бедства, не сообщает на землю. Не может он штатно, допустим, производить посадку на воду. Значит, скорее всего, это взрыв или разрушение самолета, или пожар. Ну, мгновенная потеря работоспособности экипажа. Она может от разных причин зависеть. Но, скорее всего, 280 километров до снижения еще не началось. То есть, как бы, мембранная бомба сработать не могла. Это, значит, или радиоуправляемый заряд, или смертник на борту, там, или что-то было. Поэтому сейчас трудно говорить. Но это, скорее всего, не неисправность самолета. Потому что неисправность развивается постепенно, и экипаж успевает сообщить на землю. Спасибо за ваши комментарии. О пропавшем лайнере мы говорили с заслуженным пилотом России Юрием Сытником.